Мошенничество в сводках преступлений Почувашской Республики встречается настолько часто, что стало весьма актуальной проблемой. Решить ее можно только объединив усилия многих сторон, силовиков, органов исполнительной власти, жителей республики. Общественный совет при МВД Почувашии обсудил общую стратегию борьбы с мошенничеством. Наиболее часто на территории республики правоохранители фиксируют мошенничество под предлогом покупки или продажи товаров в сети интернет и разблокировки банковских карт. Преступники нередко играют на доверчивости пожилых людей, которым предлагают получить мнимый выигрыш или компенсацию денежных средств. Часто в правоохранительные органы обращаются обманутые граждане, чьи родственники якобы попали в беду и срочно нуждаются в финансовой помощи. В своих схемах мошенники используют и вредоносное программное обеспечение. Совместные усилия правоохранителей, органов власти, представителей банковской сферы, операторов сотовой связи, интернет-провайдеров в текущем году позволили приостановить рост мошенничества в республике почти на 3%. При том, что в подавляющем большинстве случаев преступники работают из других регионов. 97% массива этих преступлений совершено с территории других регионов. Порядка 70 субъектов Российской Федерации мы охватили своими командировками. Не все у нас получилось, как хотели бы, но, тем не менее, порядка 160 фактов в телефонах мошенничеств в прошлом году мы в командировках раскрыли. Для координации профилактической деятельности в общественном совете создана рабочая группа. Готовится предложение по изменению законодательства России. В части – взаимодействие правоохранительных органов и финансовых организаций при раскрытии преступлений, устранении условий, способствующих обману граждан. При этом основная задача остается прежней. Первое – ликвидируй ту финансовую неграмотность, которая, к сожалению, сегодня присутствует, независимо от того, какое образование имеет житель республики. Высшее образование, среднее или даже ниже. К сожалению, представители всех слоев населения оказываются часто жертвами таких преступлений. Если вы все же стали жертвой мошеннических действий или заподозрили неладное, звоните по телефону 02 или 112. Родион Архипов, Андрей Спиридонов. Республика.